МОТОЦИКЛЫ МОСКОВСКИХ СПАСАТЕЛЕЙ Выставка набирает обороты и это свидетельствует о том, насколько значима эта сфера не только для развития Российской Федерации, но и мира в целом. За четыре дня более трех с половиной тысяч человек посетили столичную экспозицию. Работа здесь была поделена на три зоны – безопасные условия труда, здоровье сотрудников, равные возможности. Организаторы экспозиции не остались в стороне от нового формата выставки и удивили своих посетителей инновационными разработками и неожиданными презентациями. Посетители оценили удобство, новые решения столичного стенда. Наши производители, наша продукция является достаточно конкурентоспособной и с каждым годом набирают все больше обороты и захватывают рынок в хорошем понимании этого слова. Я надеюсь, что по результатам новой выставки все больше и больше будет заказов у производителей. Мы, безусловно, будем заниматься тем, чем мы занимаемся. Это создание благоприятных условий для российских поставщиков и производителей средств индивидуальной защиты. Такие современные пожарно-спасательные мотоциклы на службе у московских спасателей. Два десятка супербыстрых и оснащенных по последнему слову техники, эти мотоциклы способны приехать до места ЧП максимально быстро. Они оснащены первичными средствами пожаротушения, аптечкой и необходимым инструментом. Спасатели могут незамедлительно начать оказывать первую помощь еще до приезда скорой. Они предназначены для работы в условиях мегаполиса, в принципе, мотоциклы. Этот проект был запущен еще 10 лет назад. Таких мотоциклов было всего 4 в Москве. В ходе эксплуатации было принято решение закупить еще 22. В зоне здоровья все желающие смогли протестировать оборудование по предрейсовому осмотру водителей. Проект пилотный. Его главный плюс – в возможности пройти медосмотр без врачей. Прибор автоматически измеряет пульс, давление и уровень алкоголя в крови. Если что-то не в порядке, компьютер сигнализирует об этом руководству предприятия. Еще одна инновационная разработка – умный лифт «Стриж». Комфортный и безопасный, здесь легко поместится инвалидная коляска. Также он оснащен подсветкой и звуковым сопровождением. Именно наша выставка позволяет увидеть, не просто увидеть, а познакомиться со всеми самыми современными решениями. И здесь люди берут это на вооружение, внедряют. И, собственно, это получает самое максимальное распространение. То есть здесь мы видим наше будущее. Миссия этого года – показать работодателям все имеющиеся возможности для создания комфортных условий труда сотрудникам с инвалидностью. Принять на работу инвалида не так уж сложно. Не такие большие затраты надо провести именно работодателю для того, чтобы адаптировать свое производство под человека. Для гостей экспозиции были проведены тренинги «Как общаться с инвалидом». Ведь сегодня равные возможности должен иметь каждый житель России и мира. Москва в этом плане – пример для остальных столиц. Безопасность работающего человека – это дело не только участников рынка СИЗ. Именно поэтому выставка «Биот» привлекла внимание крупнейших компаний, в том числе самого сильного банковского бренда в мире. Я впечатлен. Спасибо, Владимир Иванович, за прекрасную идею. Она сподвигла нас, я думаю, участвовать в большинстве таких специализированных выставок, которые будут проходить в этом городе в следующем году. И обещаю, что в дальнейшем, ну, во-первых, наше сотрудничество будет постоянным, во-вторых, наше представительство будет гораздо интереснее. Задел на будущее уже сделан. «Биот-2020» однозначно станет еще масштабнее, еще престижнее, еще мощнее. Наша тема связана исключительно с жизнью человека. Да, мы говорим, что жизнь человека бесценна, но, к сожалению, что скрывается за этими словами. И зачастую, вот, кроме лозунгов, это и остается лозунгом. Человек, который работает, должен быть ответственным за свою жизнь, и это очень важно. Цель одна – чтобы каждый работающий человек возвращался домой к семье. «Биот» перезагружается. «Биот» – это жизнь. «Биот» – это новая жизнь. Это лучшая жизнь. При объединении всех участников рынка, общественной ассоциации СИЗ и поддержке государства это становится реальным. «Биот» – это жизнь. «Биот» – это жизнь.